Депутат Державной Думы Российской Федерации Липпономарёва, господин Пономарёв, приветствую вас в нашей студии. Огромное спасибо, что пришли. На самом деле я, наша редакция, как видите, абсолютное большинство населения Украины просто в шоке от того, что происходит. Война пришла в наш дом и нужно сказать, что эта война будет до последнего российского оккупанта, который топчет нашу землю. Какие у вас ощущения? Я, естественно, тоже самое в ужасе от того, что происходит. Мне крайне неприятно и стыдно, что это моя страна, которая всё это делает. Могу сказать, что называется, в оправдание, что большая часть населения России, она стоит на не империалистических позициях. Она считает, что здесь в Киеве фашистская хунта, что здесь захватчики, которые спонсируются Госдепом США и Евросоюзом. И в этом смысле то, что делает там Путин, воспринимается как освобождение братского народа от иноземных захватчиков. Даже так, да? Это на полном серьезе? Это на полном серьезе. Это мнение порядка 70% российского населения. Это болезнь, это свидетельство абсолютной моральной и интеллектуальной деградации российского общества. Это свидетельство полного отсутствия объективной информации относительно того, что происходит. Вы обратите внимание, даже там терминологию, которую использует все время наша власть, лично президент. Вот, например, про пресловутую антитеррористическую операцию. Они говорят как про карательную операцию. Именно для того, чтобы рождать ассоциации с Великой Отечественной войной, с фашистской оккупацией. Поэтому бандеровцы в Киеве, фашисты, неофашисты, каратели, полицаи и так далее и тому подобное. Это вот та риторика, которая сейчас доминирует в стране. И поэтому очень трудно получается, что тот человек, который выступает против агрессии, против войны, он автоматически записывается в разряд пособников, пособников не просто врага, а фашистов. Даже так. Знаете, для меня это все совершенно удивительно. Я отчетливо помню конец 80-х, начало 90-х годов, демократическая Россия тут для нас в этом затхлом украинском коммунистическом болоте, была просто каким-то лучом света в темном царстве, если Александра Островского цитировать. И совершенно в совершеннейшем я, и не только я, пребываю в недоумении, где произошла эта точка поворота. Вот надежды к этому абсолютному фашизму. Вы понимаете, мы к этому, что называется, долго и упорно шли, и вина за это лежит и на демократах первой волны в значительной степени, потому что демократия, какие-то ценности западные, они стали ассоциироваться с нищетой, с воровством, с коррупцией в глазах подавляющего большинства населения. Почему так? Ну, просто, если, чем больше говорят про демократию, тем меньше становится есть, а если те люди, которые говорят про демократию, оказываются в первых рядах приватизаторов, которые все растаскивают, и они же все время обнимаются с американцами, и те же самые американцы, гарвардские мальчики, которые приезжают и участвуют в этой самой приватизации, участвуют в построении фондового рынка, с помощью которого потом людей грабят, там, через ваучерную приватизацию и так далее, то есть люди абсолютно четко ставят знак равенства, что все, что с запада, демократическое, это означает нищету и воровство и коррупцию. Ничего не могу понять, все-таки западное, евроатлантическое сообщество демонстрирует все-таки по сравнению с Россией, я уже не говорю про Украину, какие-то образцы процветания, просперити, да, какой-то экономической стабильности. Они демонстрируют процветание для себя, и это как раз то, что говорят все время в россияне. Да, мы хотели бы жить так же, как в Европе, с точки зрения благосостояния, стабильности, институтов и всего остального. Но мы считаем, что это происходит за наш счет, за счет того, что у нас добывают нефть и газ, за счет того, что это все было приватизировано, отсюда вытаскиваются все соки, они потом перевозятся в Европу, они инвестируются в Европе. У нас отток капитала никогда не останавливался, ежегодно он составляет несколько десятков миллиардов долларов, а в этом году, судя по всему, будет побит рекорд, он составит порядка 150 миллиардов долларов за этот год. Это же прямой грабеж, и люди четко связывают, что этот грабеж, это вот люди из 90-х, это демократы, прозападные ориентации политики и предприниматели. Так это же все Кооператив Озеро. Кооператив Озеро это сейчас, а 90-е годы это не Кооператив Озеро. Кооператив Озеро, он на самом деле ровно такой же, это как раз то, что мы пытаемся как оппозиция, и тем более я как левая оппозиция пытаюсь это показать, что смотрите, Путин, он не борется с олигархами, как считают многие, он просто заменил одних олигархов, которые были Ельцины, и Ельцины олигархами на своих, вот из этого самого Кооператива, суть-то от этого никак не поменялась. Более того, стало еще хуже, потому что если при Ельцине эти олигархи, они между собой там сложным образом конкурировали, так же, как это на Украине, то есть они там все время дерутся, у них были медийные ресурсы, там их, соответственно, борьба, она была публичной в значительной степени, то при Путине она просто пошла под ковер, но ничто не поменялось, корни этого ровно такие же. Слушайте, но я все равно этого понять не могу, хотя живу-то я в Украине и в Киеве, пользуюсь так же, как люди в Москве, вот такими цацками называется компьютер, включая там интернет это называется, да, можно по-английски, можно по-французски, можно по-русски, можно по-украински потратить два часа, а то и два дня, еще лучше с тем, чтобы составить себе картину какую-то более-менее, как мне кажется, адекватную о том, что в мире происходит, да, отключиться от зомбоящика. Далеко не все хотят это время тратить, и люди очень сильно все меряют и правильно делают своим кошельком. На протяжении всех 90-х годов, как раз тогда, когда у нас считалась демократия, западные ценности и ориентация на Запад, непрерывно шло обнищание, и непрерывно доходы падали, непрерывно, и был экономический спад и так далее, можно сколько угодно говорить про какие-то объективные причины, не объективные причины, но это факт, который все чувствовали на свои карманы. Пришел Путин, доходы стали расти. Опять-таки можно говорить, что там рост цен на нефть и так далее, все это в общем-то, да, конечно, благоприятная конъюнктура и так далее, но есть медицинский факт, что денег у людей становилось больше. И в этой связи разбираться, почему это получается, простой человек абсолютно не хочет. Зачем ему тратить на это время, если и так потихонечку все растет? Ну, я даже имел в виду несколько так называемых простых людей, которым ничего не нужно, кроме тупых сериалов, пива по воскресеньям и футболам, Спартак чемпион, а я какой-то... То есть нормальных людей, да? Ну, нормальных людей, я как раз они нормальных, я имел честь быть знакомым с значительным числом московских интеллектуалов в той поры, ну, Никоновым, Меграняном, ну, так и Евгением Кожокиным, ну, имеем... Замечательно, прям ряд весь, как раз сейчас самых ястребов, я считаю. Да, но когда я слышу славу Никонова по СНН, что этот человек несет в буквальном смысле этого слова? Ну, вот упомянутый вами Андроник Мегранян там сравнил впрямую Путина с Гитлером, и это сравнение было не негативным, а позитивным. Он сказал, что Путин это как Гитлер первой половины 30-х годов, на которого молились все немцы, великий собиратель земель и так далее. А то, что в это время происходили хрустальные ночи, и начиналось преследование евреев и так далее, как бы это вот Андроник, которого я прекрасно тоже знаю, и много с ним общался, он как-то это опускает. У нас был большой скандал, даже там проправительственные эксперты возмутились, сказали, что там, до чего вы договорились. Ну, а то, что касается Никонова, я думаю, здесь как раз вам вряд ли можно удивляться. То есть человек из такой опытной дипломатической семьи. Ну, я бы гордился именем своего дедушки, которым тут забрасывали того, кого, возможно, не следовало бы забрасывать. Как говорится, мастер политического компромисса. Компромисса, да. Ну, мы зрителям нашим скажем, что Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы, он внук Полины Жемчужниковой и, соответственно, Вячеслава Скрябина, он же Молотова. И коктейли Молотова, да, у нас тут, как бы, да, много денег люди потратили на их изготовление. Дедушке отдельное спасибо. Как чувствует себя человек, ваших взглядов вообще в российском обществе современном? Ну, вы знаете, слово «общество», да, это очень абстрактно. В целом в стране, конечно, очень душно. И для меня лично главная проблема – это то, что просто не дают ничего делать. То есть у меня есть определенные профессиональные области, которые все знают, что я специалист, знаю вплоть до президента страны. Но мы просто не дадим ничего делать, потому что если оппозиционер что-то делает, то разрушается важнейший миф внутренней пропаганды о том, что есть «Единая Россия», правящая партия, которая работает, и есть все остальные, которые могут только критиковать. И просто полный запрет в этом смысле на профессию, действительно вынужден заниматься политикой. И это занятие сводится к постоянным дискуссиям, которые довольно бесплодны. Это, конечно, очень плохо. А с чем дискутируете? Ну, как с правящей партией, пытаешься сказать, что вот вы здесь делаете неправильно, здесь делаете неправильно, здесь делаете неправильно. И просто даже с точки зрения интересов даже этой же самой власти, ее стабильности, ну, если ты видишь, что люди совершают очевидные глупости, и эти глупости изначально можно предсказать, но голос разума не слышит, и потом вынуждены это переделать, признают то, что были неправы. Но все ошибки надо совершить самим, вот это очень печально. Вы единственный депутат, насколько я понимаю, в Государственной Думе, который проголосовал против этой оккупации Украины. Это я специально говорю, что это очередная оккупация Украины. Мы тут в Украине 200 лет живем под российской оккупацией со времен Росгейска. Вы выглядите хорошо сохранившимся. Вы выглядите хорошо сохранившимся. Да я и вообще парень не промов, скажу я вам откровенно. Для новых лет живее всех живее. Для моего возраста, да. Вопрос совершенно не в этом, а вопрос в другом. Вы были одним из тех, кто имел мужество или смелость, или безрассудство за весь о том, что на территории Украины действует спецназ Главного разведенного управления. Откуда у вас доказательства были? По-моему, доказательства в эфире всех телевизионных каналов, не говоря уже о том, что у меня очень много друзей на Украине, с обеих сторон баррикады, и которые постоянно мне рассказывают относительно того, что происходит. Я даже сюда попросил приехать. У меня есть один из моих помощников. Он занимается проектом кинодокументалистики, снимает такое живое, все, что вокруг происходит в области политики, протестных действий и так далее. Он проехал почти по всем областям Юго-Востока. Какое-то время провел просто вместе с правым сектором. Я просил особо, хотя он левак такой, то есть вроде антипод с точки зрения взгляда. И разжился ли визитками Яроша, кстати сказать? Это очень популярно теперь. Да, я не видел никаких визиток Яроша. Как раз это лишняя иллюстрация того, что это миф. Но он был, он снимал и с той стороны, и с другой стороны, и поэтому, собственно, все это легко видно на записях. Все равно интересно, и все равно понять не могу. И мысли эти, знаете, как Владимира Семеновича Высоцкого, так тут вот в голове. Ну неужели простой русский или русский интеллектуал, российский, извините, может быть, это неприлично так высказывается, не понимает, что оккупация пяти сантиметров украинской земли, Это навсегда, а навсегда означает на много поколений отчуждение, я не хочу сказать слово ненависть, но отчуждение между украинцами и россиянами. Во-первых, далеко не все люди об этом задумываются. Из принципа они задумываются или им просто так удобно? Нет, это даже не то, что удобно или из принципа. У каждого человека есть какой-то свой горизонт и свой угол зрения, с которого он смотрит. Вы понимаете, это обстоятельства, которые диктуют тот или иной выбор. Если, допустим, верить в то, что на востоке Украины притесняют русских, то, что фашисты, бандеровцы и так далее, отменяется статус русского языка, есть притеснение у людей, нервный абсолютно шок, истерика, срыв. И в этой ситуации мы выступаем защитниками. Что является более важным? Защитить вот этих конкретных людей, все равно речь идет про миллионы людей, которые там живут и которые действительно имеют пророссийский выбор на территории восточных областей. Даже если их, скажем, одна пятое население или одна четверть населения, как показывают соцопросы на Луганщине и на Донбассе, то это всего миллионы человек. И здесь мы защищаем этих миллионов, а так это абстрактная дружба, которую потом можно друг другу объяснить, помириться и так далее. Я, например, как раз считаю, что нет, там реальной угрозы никакой нету, а как раз отношения между нашими странами, они портятся навсегда. Ну, может быть, не навсегда, но, во всяком случае, очень надолго. И это эмоционально плохо, потому что, ну, действительно, мы очень близки друг другу, ну, не может быть более близких друг другу стран, чем Россия и Украина, в принципе, да, то есть как какой-то культурный, цивилизационный выбор. Это отнюдь не так. Ну, можем, это моя точка зрения, я считаю, что, безусловно, мы очень близки друг к другу, ну, все же познается в сравнении, в конце концов. Но есть и геополитические, в конце концов, соображения, если мы даже встаем на позицию, что нам не нужно НАТО у наших границ, что мы хотим, чтобы был геополитический союз, если мы хотим, чтобы все постсоветское пространство, на нем играла Россия значимую роль, я не говорю лидирующую, но значимую роль, если мы говорим про притяжение церковное, то вот все эти шаги, они полностью ликвидируют вот все это, да, и получается, что Россия этими своими действиями в Крыму, она отказывается от лидирующей позиции. То есть она даже с точки зрения имперских целей, мы делаем абсолютно противоположное, что мы делаем. А зачем? Я понимаю, что вы не живете в голове у Путина, но там очень многие люди стараются туда поселиться, поселить сами себя без его согласия, и вы сами, наверное, читали эти десятки, если не сотни предположений о том, что именно думает этот человек, а ваша точка зрения? Нет, на мой взгляд, когда здесь чистые воды психология, здесь чистые воды эмоциональная реакция, Владимир Владимирович, он многократно показывал, что у него такая очень пацанская логика поведения, он такой дворовый парень, который живет вот в этой вот дворовой же пацанской логике, и получается, что его тут кента выгнали, оскорбили и унизили. Когда он публично говорил, что это же мой кореш, а его тут вот отсюда погнали, ну так он должен же сказать, что нет, я тут главный, я тут старший смотрящий на деревню. Это я понимаю, но в Украине очень многие люди считают, извините, я просто употреблю ваше слово, что у него тут и кентиха есть, которую Кент посадил вопреки воле смотрящего, и это еще одна была причина, почему он низвел кента до уровня полового коврика, в котором вытирают ноги. Нет, если продолжать эту аналогию, ты можешь сказать, что ты его зазноба, но точно не кентиха. Не кентиха, не кентиха, а зазноба, хорошо. Я думаю, что ему нравится Юлия Владимировна, но я не думаю, что можно ее воспринимать как ставленника Владимира Владимировича или союзника Владимира Владимировича, то есть нет, я думаю, что это было бы несправедливо по отношению к госпожи Тимошенко. Тут у нас есть заявление Джона Керри, который сказал, что Россия очень дорого заплатит за свое поведение в Украине. Он обвинил Москву вне выполнения Женевских соглашений. Я лично говорил тут, что все, цитируя Бисмурка, что все соглашения с Россией не стоят той бумаги, на которой они написаны. Наконец, это понял господин Керри, отдаю ему должное. Он очень резко сказал, что если Россия не вдастся, и если она не прибегнет к немедленным мерам поддействия ситуации в Украине, это будет серьезной, цитирую, и дорогой ошибкой. И он обозвал Russia Today пропагандистской машиной. Путина, насколько людей типа Глазева, мы сейчас послушаем синхрон Керри, но вопрос мой будет о том, насколько интеллектуалов российских масштабов Сергея Глазева, это все, и тех людей, которые рулят российской экономикой, насколько это пугает. Сначала Керри, потом с вашего разрешения вы. Після невдалої спроби зірвати президентські вибори та зупинити легітимний політичний процес в Украине, Россия обрала незаконний шлях збройного насильства, чтобы за допомогою автоматів та сили натовпу досягти того, что не вдалося зробити у інший спосіб. Россия намагается розбурхати хаос на сходе Украины, аби відтермінувати або зірвати вибори, або навіть навязати Україні федералізацію, яка дає Росії контроль над зовнішньою та внутрішньою політикою цієї країни, або ж навіть спровокувати Україну до жорстких дій та у такий спосіб отримати привід для військового втручання. Це зухвала спроба підірвати демократичний процес шляхом брутального зовнішнього залякування, яке спричинило неспокій в Україні та продовжує посилюватися. Тут, звісно, про «Раша Тудей» не мог не отреагувати Лавров. Я взагалі не знаю, що це чек курить, а може бить і п'є по утрам. Очень трудно сказати, судя по моторикі його, по реакції. Це такий чек з чрезвычайним уровнем внутрішнього напряження. Он завжди питається силовим образом, по-українськи це звучить так, впихнути невпихуємо. Тобто, що впихнути, ні в який отверт невозможно. Ми послушаємо Лаврова, а потім вернемся к этому разговору. Спасибо. Міністр іностранних дел Росії Сергей Лавров. Якщо ми можемо це послушати, будьте любезни. Нет, ми не можемо це послушати, але неважно. В общем, був недоволений. Цензура на громадському начинається. Так вот, вопрос, вернемся к Глазьеву. Он прямо написав докладну записку, я во всяком случае так это оценил, в которой обратился, видимо, к бизнес-сообществу, к людям, которые управляют российской экономикой, с призывом неким, с призывом неким, с призывом неким готовиться к автарке. Это как бы, вот, как это трактовать с вашей точки зрения? Смотрите, я не хочу там много тратить времени на кремленологию, но путинская система власти устроена таким образом. Есть ближний круг старинных друзей, приятелей по Питеру, вот этот самый кооператив «Озеро», и если проводить аналогию там с корпорацией, то это акционеры. Есть топ-менеджеры. Эти все топ-менеджеры Путина, они все исповедуют неолиберальную экономическую платформу. Это правительство, это Медведев. Фридмонавты такие, да? Да, причем довольно фундаментального толка. То есть это вот такие люди, как Алексей Кудрин, это тот же самый Дмитрий Медведев, это Аркадий Дворкович, это Игорь Шувалов. То есть те люди, которые определяют экономическую повестку дня правительства. Там есть разные точки зрения. Кто-то из них считает, что надо в экономику больше денег закачивать, кто-то на чисто монетаристских позициях стоит, но они все неолибералы, без исключения. Сергей Глазьев по своим экономическим взглядам социалист, кинсианец, он абсолютно чужд этой команде. Путин его приблизил к себе в значительной степени, чтобы троллить российскую экономическую систему, потому что он неприемлем для абсолютно всей остальной экономической команды. И он Глазьева все время выпускает, когда надо сделать какое-нибудь радикальное заявление о том, что Россия откажется от доллара, Россия все национализирует, Россия переходит к государственному капитализму или еще что-нибудь такого рода. Путин никогда этому не следует, но он говорит, что если вы там не будете хорошо работать, то вот я тут сейчас Глазьева назначен, например, на министра экономики или на вице-премьера по какой-нибудь финансовой экономической политике. Такого никогда не происходит и вряд ли это произойдет. Но в то же самое время, учитывая всю ситуацию на Украине, Глазьев здесь был очень много раз, это опять-таки исторически, потому что такая государственическая линия по отношению к Украине как раз ассоциировалась с таким вот левопатриотическим флангом российской политики, там Константин Затулин, Сергей Глазьев, Дмитрий Рогозин, Лужков там в этой же, то есть совершенно был обойми. Поэтому у Глазьева есть здесь определенный набор контактов и так далее. И ситуативно он получил доступ к уху, но не стоит это преувеличивать. Это я понял, я не понял другое, и не могу понять другое. Но вот эти ребята, которых вы называете акционерами, неужели, извините, может быть это наивный вопрос, но неужели они не понимают простую вещь, что нельзя ссориться в мире с очень сильными дядями, и нельзя этим дядям плевать в лицо, причем публично, потому что за это будут ай-яй-яй. Вы понимаете, эти акционеры вполне умные, разумные и грамотные люди. Проблема с ними заключается в том, что они намертво повязаны с Путиным, с его командой и с той системой власти, которая там построена. Выбирая между двумя, что называется, злами, они всегда выберут Путина, потому что иначе это будет означать крах их деловой модели. Она вся построена на постоянном участии в бюджетных потоках, на экспорте природных ресурсов, и они отсекаются от этого поворотом ключа. В этом, собственно, выстроена эта система. Поэтому они сколько угодно могут даже Путину и говорить о том, что, Володь, давай потихонечку притормозим, осторожнее на повороте и так далее, но они всегда будут ему лояльны. Он хочет мировой войны? Нет, конечно. Путин человек, который в значительной степени плывет по течению. Он не тот человек, который определяет стратегию. У него нет стратегических каких-то целей, задач и так далее. Более того, он же находится, у него это третий срок, а де-факто четвертый срок во власть. Он уже очень давно, он устал от этого всего довольно сильно. Спрыгнуть с этого он не может. Но он объективно думает... Это как с иголки. Да, он объективно уже думает о месте в истории. Кто-то из наших политологов сказал такую очень хорошую фразу, что у Путина комплекс престарелого диктатора, которому уже мало, чтобы его слушались, ему нужно, чтобы его любили. Поэтому он делает сейчас шаги, которые с его точки зрения вводят его в вечность. С точки зрения внутренней экономики, вот вы знаете, при таких вот колоссально высоких ценах на нефть, у нас практически остановился экономический рост по одной простой причине. Потому что все сейчас деньги, свободные в стране, которые могли бы инвестироваться, реинвестироваться в экономику, в развитие инфраструктуры, в производство и так далее, раздается на разнообразные социальные программы или разворовываются вот между вот этими вот группами. Курсинская схема, да, тоже. Либо разворовать, либо вот на гречку пустить. Ну и опять же разворовать и там. Ну да, и это же происходит от чего? Это же происходит не только от коррупционных мотивов. То есть они, наверное, там есть, но они не первичны. Просто нужно, чтобы была вот эта любовь и обожание, чтобы все были от него зависимыми, чтобы все ходили, и говорили, какой-то классный, какой-то замечательный, как ты все хорошо делаешь. Да, я хочу это воспитать у сотрудников громадского, у меня не получается, буду учиться. Работайте, берите уроки у Владимира Владимировича. Да, вот то, что вы сказали, мне удивительным образом напоминает материалы из моего любимого сайта Чучья Сангун. Я очень люблю читать материалы про уважаемого товарища Ким Чен Ина, и то, что вы описали, это совершенно идеально вписывается в, или описывается, или накладывается, как угодно назовите, на северокорейскую модель. Такое сравнение с вашей точки зрения. Мне кажется, оно не правомочное, это сравнение. В общем, я там неплохо знаю, что происходит в обоих Кореях, в северной и в южной. Я бы скорее сказал, что Путин, у него есть два образца, которые он все время пытается воспроизвести. Один образец – это Южная Корея, и у него есть модель генерала Пака, создателя корейского чуда в качестве модели. Другое – это Лик Ван Ю и Сингапур. Проблема заключается в том, что оба этих лидера были абсолютно некоррумпированы и жестоко за коррупцию наказывали, совершенно беспощадно. А вот тут у нас есть пробел. Не вышло. У нас тоже бывают пробелы в работе, но мы их исправляем. Нашелся синхрон Сергея Лаврова. Мы его послушаем, а потом вернемся к этому разговору. Будь ласка, прошу. Русский язык, назвать всех русских, русскоязычных врагами, которых нужно убивать, и так далее, и тому подобное. И вот опять же, проявление способности Соединенных Штатов валить с больной головы на здоровую, бросив всю свою мощь на то, чтобы извратить происходящее на Украине, они обвиняют нас в том, что мы включили, как выразился вчера в своем, в неприемлемом тоне, в прокурорском тоне, выдержанном заявлении Джон Керри, обвиняют нас в том, что мы включили путинскую машину, путинскую пропагандистскую машину в виде Russia Today. Ну, знаете, так отзываться о средствах массовой информации, наверное, не очень культурно. А во-вторых, ну, могу понять Джона Керри в том смысле, что Russia Today сегодня составляет очень серьезную конкуренцию и CNN, и BBC, и прочим западным средствам массовой информации, которые, наверное, какое-то время назад уверились в том, что у них есть полная монополия, и никакая конкуренция им не грозит. Russia Today завоевала огромную аудиторию и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в Западной Европе, не говоря уже о Латинской Америке, об арабском мире и о других регионах. Мы будем активно поддерживать эту независимую точку зрения, которую и альтернативную точку зрения, альтернативную тому, что говорит нам западная пропаганда. И она пользуется возрастающим спросом в мире, включая, подчеркну еще раз, и западные общества. Да, в значительной мере это правда, так же, как и правда, что «Ди Дойче Вохеншау», этот пропагандистский, замечательный совершенно инструмент в руках Йозефа Геббельса, господина Наумана, смотрели, наверное, миллионов 80, а то и 90 по всему миру, тоже пользовался колоссальной популярностью. Вы же жили 200 лет, меня тогда не было, не видел. Да, не было, но поверьте, что это правда. Тут же вот какая штука. Он же не говорит о том, Лавров, что при всех зверствах бандеровщины, славянские и донецкие, также в других частях Украины, при всех зверствах, которые производились при помощи визитных карточек Дмитра Яроша, нигде ни один бандеровец современной Украины не вспарывал животы депутатам, пусть даже и Горловской, и Меськой Рады, да, городского совета, нигде, еще живыми, да, нигде им не привязывали мешки с песком, и нигде их не топили еще живыми вот в таком состоянии в речках. У нас в этом смысле девушка, о которой мы говорили, Бикса вы сказали, да, или Бикса, нет, не Бикса. Зазноба. Зазноба, извините, зазноба Путина, это, конечно, клевета, как мы понимаем, потому что политика такого уровня, такого, как бы сказать, национально сведомого политика, такого харизмата, что поискать надо. Так вот она обратилась к Путину и сказала, что именно он виноват в этой и в других смертях. Давайте послухаем заяву Юлии Тимошенко. Настоящего патриота Украины, нашего товарища, депутата партии «Батькевщина» Владимира Рыбака замучили в горловке до смерти сотрудники спецподразделений России. Его, как и многих других, просто убили. Я не остановлюсь, пока убийцы не будут отданы в руки правосудия. Я считаю Владимира Путина, который ведет необъявленную войну против Украины, лично ответственным за эту ситуацию. Сейчас я обращаюсь прямо к нему. Наша борьба – это не борьба с народом России. Мы боремся против ваших имперских амбиций. Война, навязанная Украине, станет концом вашего режима. Не сомневайтесь, мы победим, а ваши люди ответят за все преступления. Украина будет единой и мирной. Слава Украине! Вот за такой характер Юлию Владимировичу любят. Мы тоже все очень любим Юлию Владимировичу, особенно в нашей редакции. Да, что правда, то не грех. Возможно, мой последний вопрос. Не хочу злоупотреблять вашим временем, хотя с удовольствием бы поговорил еще несколько часов. Эта игра, как любая война, это игра с ненулевым результатом. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Кто выиграет, кто проиграет. Обе стороны выиграют, обе проиграют. Что на ощущениях? В войне всегда проигрывают простые люди, всегда проигрывают народы, за что бы война ни была. Народ проигрывает всегда, потому что это его кровь, которая проливается, а не кровь тех политиков, которые дают приказы. Я очень надеюсь, что где-то то, что про что сейчас говорила Юлия Владимировна, что действительно это будет концом той власти, которая сейчас существует в России. Потому что эта война несправедливая, выиграть войну у народа невозможно, и какая бы ни была военная сила и так далее. И очень надеюсь, что наконец русские люди увидят правду, и что это произойдет как можно раньше, а не позже. И роль наша с вами, и роль того форума, в котором я сейчас участвую, Украина-Россия, диалог, который организовал Ходорковский и Луценко в Киеве, специально для интеллигенции, чтобы интеллигенция разнесла эту информацию, чтобы как можно скорее, наконец, правда стала явной. Ирония судьбы состоит в том, что я как раз лично не желаю России распада и конца путинского режима. А зачем вы ставите знак равенства между распадом и концом путинского режима? Вы хотите продолжать путинский режим? Нет, я же долго живу. Вы же понимаете, что я очень долго живу. Я хорошо помню 18-й год, когда при Гэтмане Скоропадском вся российская политическая, и не только элита, рванула в Украину и прекрасно здесь себя чувствовала. Вообще, вы знаете, я с очень многими друзьями здесь в Киеве, когда встречаюсь, и они говорят про танки на границе Украины, и я прямо у него чувствую это как бег Булгакова. То есть вот Киев, вот вся та же самая картинка, и куда дальше бежать, только проблема в том, что Крым-то уже занят, поэтому там сейчас фигурируют Луцк, Львов, куда дальше бечь. Ну, везде их примут с распроцертыми объятиями. Спасибо. Милиар по номеру. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!